Добрый день, уважаемые трейдеры компании A-Markets. На связи Роман Корнев и, как обычно, моя традиционная аналитика по торговой стратегии Scalping Intraday. Каждый понедельник я делаю подборку своих сигналов на прибыльные сделки, поэтому подписывайся на канал, ставь колокольчик, а также подписывайся на мой канал. Ссылочка будет на мой канал в описании. Там я делаю более расширенный обзор. Итак, поехали. Итак, я подготовил 10 торговых инструментов и еще больше торговых сигналов, на которых можем заработать на этой неделе. Давайте посмотрим евро-доллар. Мы сейчас находимся вот в такой консолидации. И если будем торговать от линии поддержки в районе цены 0.9651, можем будет зарабатывать на росте. Если цена пойдет вверх, то здесь нас ждет линия сопротивления. И в районе цены 0.9884 будет разворотный сигнал на продажу. Здесь можно ставить ордер на продажу и зарабатывать на падении. Британский фунт к американскому доллару. Также похожая ситуация находится. Если цена пойдет вниз, то у нас есть горизонтальная линия поддержки в районе цены 1.0919. Если цена пойдет наверх, здесь нас ждет линия сопротивления классическая в районе цены 1.1343. Здесь можно будет продавать и зарабатывать на падении. Доллар-канадец имеет вот такой восходящий локальный тренд. Вообще доллар, в принципе, он сейчас ориентирует по потенциалу роста. Все эксперты и аналитики говорят о том, что доллар будет расти. Поэтому пара доллар-канадец тоже перспективно будет расти. Если цена откорректируется вниз до линии поддержки, то в районе цены 1.3750 можно будет как раз войти в долгосрочную позицию на покупку. Либо короткосрочно по моей стратегии. Кто проходит у меня обучение, знает ссылочка на мое обучение внизу. А также можно, если в долгосрок, то можно, кстати говоря, использовать эту точку как вход при запуске моего робота. Я вот, кстати, у себя на канале, посмотрите, у меня на канале делал выпуск про тестирование робота, который показывает там доходности и 300% в день, и 64% за 2 дня. Он торгует в разных направлениях, в разных трендах, может одновременно проторговать и вверх, и вниз. Кому интересна эта тема, присоединяйтесь, будем вместе тестировать. Ссылка на мой канал в описании к этому ролику. У меня робот полуавтоматический, то есть, чтобы он начал работать, нужно в первую сделку войти самостоятельно. Вот мой сигнал, например, он может быть как раз сигналом таким для входа в первую сделку. И дальше уже робот будет работать автоматически. Евро-Канадия имеет похожую ситуацию, тоже восходящий тренд. Соответственно, если у нас цена вернется к линии поддержки, здесь мы можем зайти в покупку. Вот линия 1.3452. Если же цена пойдет вверх, то мы вот приближаемся. Была уже небольшая коррекция, но я думаю, это еще недостаточно. Думаю, что дойдем до цены 1.3561. И можно будет продать и заработать на падении. Доллар-франк подошел к линии поддержки. Сейчас коррекция возможна, но это не может быть уже сигналом, потому что небольшая коррекция уже есть. Я все-таки рассчитываю, тем более учитывая потенциал роста доллара. Пара доллар-франк может дальше пробить эту линию. Если она пробьет и будет обратно возвращаться к линии, уже зеркальной линии поддержки, то здесь от цены 1.064 можно будет поставить ордер на покупку и заработать на росте. Далее полный обзор смотрите у меня на канале. А сейчас давайте посмотрим экономический календарь. Во вторник будет важная новость индекс потребительских цен. На этом можно заработать. На прошлой неделе была хорошая волатильность на этой же новости. Также по Китаю будет новость ВВП. И в среду будет аж несколько новостей тоже по инфляции, по индексу потребительских цен. По Британии, по евро, а также по канадскому доллару. В четверг будет базовая кредитная ставка НБК. Прогноза пока нет. Кто торгует? Китайский юань. Но здесь будет очень рано на 0.415 по Москве. Поэтому имейте это в виду. Вот такие новости на эту неделю. Обязательно пользуйтесь акцией компании A-Markets на бонус 100% на пополнение, если у вас небольшой депозит. Желаю вам успешной торговой недели. Торгуйте с удовольствием. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok